В студии Радио 54 у нас в гостях Евгений Сазанцев Евгений своими руками делает мотоциклы Евгений, а вы храните свои ранние работы? Обязательно Они не являются коммерческими И не имеют ценности вообще А что это было? Ну, это был, самое первое, конечно же, это был велосипед с мотором В каком возрасте вы его сделали? Ну, порядка, наверное, 9 лет Где-то 9 лет, да Одержим был мотоциклами Ну, соответственно, денег нет? Денег нет, да Родители не особо поддерживали Как-то вроде бы и говорили, что не надо, не надо, не надо Разобьешься и все такое Покупаешь яву, роешь яму Ну и прочие всякие фиговины Вот Но, в конце концов, все это победило Подкрепилось, конечно же, это все еще В 91 году, 7 лет Фильм Терминатор 2 Конечно же, захотелось Кожаную куртку, каменное лицо И мотоцикл Класса Чоппер Карли Дэвисон Да лицо у вас не каменное, надо сказать Ну, так, немножко нервничаю Первый радиоэфир Мне нужны ваши ботинки, да? Да-да-да Одежда и мотоцикл Да-да-да-да Правильно, тормоза и пары придумали трусы Да, и все Запах бензина уже с детства На уроках сидишь и думаешь Ё-моё, когда уже выходные Закончится, да, когда уже выходные Да, быстрее выкопать картошку За бензин И уже кататься От и до, до последнего Это вы так себе зарабатывали на бензин, да? Ну, отец в конце картофельного поля Ставил двадцатку с бензином Масло Все, приятный синий дымок Из мопеда Клад Ну, так вот Надо мне придумать мотивацию Чтобы ребенок картошку копал тоже Ну, увлечения могут подстегнуть, конечно, и к труду А как собирали? Были какие-то детали, да? Были детали Что-то находилось Выменивалось Потом появлялись какие-то У нас, как бы, такие группки людей Познакомился со своими первыми друзьями детства Которые тоже были увлечены этим Собралась банда Нас ненавидели соседи по дачам Вот, говорили Вы устроили здесь мотодром Я говорил, хорошо, что не космодром Вот И катались Школьная привычка Вставать рано в восемь утра Ну, и получается, что Вся банда уже рычит под окнами Мы собираемся И летим в поля По всяким горкам И прочим озерам Наслаждались природой И детством сладким Вы собираете мотоцикл с нуля Или вы восстанавливаете? Бывает и такое Бывает и восстановление А бывает все-таки и сборка с нуля Вот Ну, как изначально этот процесс проходит И именно сборки То есть покупается мотоцикл Не в лучшем виде Ну, какая-то базовая конструкция И получается, что Он ставится на учет Чтобы он полностью был легален Что при встрече с ГАИ Мог показать все документы Страховки, паспорта И все Все должно быть обязательно легально Уже те годы прошли Когда катались там без прав И все Уже возраст не тот Все должно быть как-то Более солидно Ну, и получается Настоящая Вот первая конструкция Это вот мотоцикл Вот Ну, и потом он Ставится на учет И после этого уже дорабатывается В зависимости от настроения Как говорится И от полета фантазии То есть Переделывается рама Колеса Все Чтобы придать ему Какой-то заданный Внешний вид Свою какую-то Придать эстетику И Удобство Для езды Чтобы он был Мотоцикл И заметен И Практичен Вот При всем этом То есть это эксклюзив такой Ну, да Это то, что вы не встретите Больше на дорогах города Да, ну, и желательно Вот именно Мне нравятся Такие мотоциклы Вот сейчас Очень сильно распространены Мотоциклы Там Которые покрыты Сплошь хромом Блестящие Полированные Мне больше нравится Такая панковская эстетика Когда все черное Матовое Закопченное И Но под этой личиной Скрывается абсолютно Технически исправный Мотоцикл Вы берете старый Урал Да и все И черная краска красит Обязательно Так и было сделано В первые разы Серьезно Да Урал Закрашенный краской Весь избитый Специально И пробка у него И его бензобака Была Сделана Из 20-ти литровой Канистры То есть он открывался Как обычная Канистра На заправке Заправщики просто Обалдели И Ну Эпатажность Мне на Урале Мне нравились сидения Мне почему-то так нравилось На них У нас во дворе Приезжал С коляской Урал И вот Мы Мальчишками Спрашивали разрешение И мы там Лазили к нему Здоровые Сидушки Характерный запах Сейчас это Можно сказать Скоро Даже совсем Уже станет Мейнстрибом То есть иметь Помимо каких-то там Дорогостоящих Харли Дэвидсонов И прочих Японских мотоциклов И импортных Ну Европейских Может быть Иметь Еще в своем Арсенале И Урал А вы сделали Какие мотоциклы Это Чоппер Или что это Ну У меня в основном Все Упирается в стиль Чоппер То есть Это самое главное Фильм Беспечный ездок Был просмотрен Где-то Раз 60 Наверное Уже Вплоть до Фраз С некоторыми людьми Мы Можно сказать Его цитировали И общались И фразами Из этого фильма Обалдели Начиналось Тоже Так же Опять же Все с предыстории Мой друг Вадим Он Тогда еще Не было Сильно Распространены Не были DVD И все Вот эти Интернета Еще особо Так-то не было То есть Вот И Он в каком-то Госфильмофонде Я не знаю Как эта организация Называется Добыл Эту Вожделенную Кассету Беспечный ездок Ну Сказать что Качество было Не ахти Это ничего не сказать Мы сидели в комнате С завешанной Шторами Чтобы телевизор Нормально мог показывать И всматривались В этот фильм От и до Впитывали О Хороший перевод Да Да Вот Ну Вот так вот И исконный Фильм Смотрели на английском языке Чтобы Понять Как они Ну общаются Я смотрю На футболке У вас тоже Обязательно Картины Дэвида Манна Это американский художник Который изображает Мотоциклетную жизнь Байкера Да Именно Американских байкеров Со всех сторон Вот так вот Давайте сделаем небольшую паузу И потом продолжим разговор Евгений Это Хобби Или это все таки Ну как бы уже Способ зарабатывания денег Ну В основном Хобби Зарабатывание денег Тоже связано с техникой Да Ну в основном Самая главная Ветвь заработка Это Снегоходы Снегоходы Сейчас популярны Мы живем все таки в Сибири И получается что Снежная Хорошая зима Ну и Наш народ Развлекается Работает На снегоходах Вот Обслуживание Ремонт снегоходов То есть не было такого Чтобы мотоцикл Какой-то сделали Под заказ Да Было и такое Было и такое Да Вот допустим Совсем недавно Из мастерской Выехал Восстановленный Мотоцикл Из Юпитер 4 У него Пробег всего 7 километров Но он произведен В 83 году То есть У нас в Новосибирске Есть ценители Которые Готовы Восстановить Мотоцикл Он не был переделан Он не был переделан В оригинальном виде Остался В оригинальном виде Небесно-голубой цвет Все Но все-таки Внедрены были В него Скрыто Новые узлы Которые позволят Ему работать Более стабильно Более качественно Просто Банально Запускаться Хорошо Когда подходишь Нажимаешь на кикстартер Двигатель запускает С пол-оборота Ну и закись Азота тоже Это уже Кольцевые гонки Шучу Шучу Мотоцикл запускается Рукой Я лично Нажал на кикстартер Рукой Как многие делали Чтобы показать Его Совершенство И Двигатель запустился И Задымил сразу же Синим дымком Двухтактным У меня с детства Вот это воспоминание Как дед мой У него кажется Был как раз тот самый Урал С коляской С люлькой И вот как он скакал Вокруг него Ногой Вот этой Топол-топол Мне казалось Что все старые мотоциклы Так заводятся А вы значит Делаете чтобы с руки С руки Да То есть Ну это такое Легкий понт Если так можно сказать Есть мотоцикл Который Ну не знаю Мечтаете Приобрести Или там Собрать Ну В основном На стандартном Мотоцикле Я себя вообще не вижу Честно говоря Вот Все стандартные мотоциклы Они как бы Усредненные И без какой-то изюминки Получается Что Ну как бы Утилитарные Вот Хочется какого-то Эпатажа Хочется чтобы Мотоцикл привлекал Внимание Самого Радовал меня Чтобы можно было Посидеть Вечером Поглядеть на него Полюбоваться И понять что Это то что нужно Вот Вы считаете что Уже такой мотоцикл Вы собрали И он еще впереди Сейчас пока что На стапеле И Сказать что это Какой-то От конечной точки Придет Я не могу так сказать Потому что Ну Всегда чего-то хочется Хочется Какой-то большой мотор Особую раму Вот Чтобы Чтобы он Удовлетворял Требования А нет такого Как в этом фильме Чтобы он Вот такой Беспечный ездок Вот допустим Если смотреть Или какие-то Ковбой Мальбора Ковбой Мальбора Кстати Кстати В Новосибирске Есть такой Мотоцикл Реплики Да То есть Американцы Продают за Хорошие деньги Реплики Вот этих мотоциклов Именно Беспечного ездока Именно Харли Дэвидсон Ковбой Мальбора Вот И мотоциклы Выглядят замечательно Это же тоже Чопперы 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 Дрекстеры Вот такие Вот мотоциклы Ну вот Постоянно Что-то хочется Сделать Новое Такое Чтобы Ну Радовало Глаз Вот И все Думают Вот Чоппер Он наверное Едет и пыхтит Никакой скорости У него Ничего нет Он станет Пузатым Бородатым Кадром Который будет Только И знает Что Сидеть В баре И все такое Ничего подобного Чопперы Сейчас находятся На таком уровне Что Он может Посоревноваться Порой Со многими Чуть ли не Спортивными Мотоциклами Потому что Вот допустим У нас Проект есть Новосибирске Турбированный Мотоцикл Чоппер Вот Выглядит Замечательно И Помимо всего этого Он еще и Едет Изумительно То есть Ускорение Пьянящее Обалденно Пожелаем вам Чтобы вы собрали Еще не один Спасибо Это важно Евгений Спасибо Что пришли Наверняка Скажи у вас Есть какие-то Заманчивые Истории Забавные Из жизни Связанные Возможно С мотоциклами С дорогой С мотоциклами Конечно Есть Множество Историй Так и всех И не упомнишь Но получается Что Есть одна История Которую Мы вспоминаем С моим Кумом Ромычем Постоянно То как Мы ездили В Кемерово На байк шоу Мы ехали Просто В ад Мы ехали Просто В ад Это был Полный Road to hell Все начиналось С замечательного Теплого дня Потом Тучи Сгустились И мы Как будто Проваливались В пропасть Мы собрали Весь дождь От Новосибирска До Кемеровской Области До Деревни Подьяково Где проводилось Байк шоу Ну и там Просто Было таз Мы приехали Мокрые И говорю Ромыч Что там Как там Вот смотри Говорит Я шорты взял Отдыхаю Я говорю Офигенно Я говорю Надень их Поверх штанов Потому Потому что Мы вымокли Все полностью Ну Все На утро Переночевав На байк шоу А мы не употребляем Алкоголь Мы понимаем Что мы Опухли И без всякой пьянки Мы решили Не ребята Мы так не можем В сырости В холоде Поехали в Новосибирск Через туманы Ну так как Мы страдаем Топографическим Кретинизмом Жутким Он добавляет Романтики То есть Заблудиться По дороге Куда-либо Это одно удовольствие Ну конечно же Мы свернули Не на ту трассу Лупили по кочкам Вот Лупили по кочкам Ё-моё Да что ж такое Что это творится Да ты смотри Это М53 трасса Она тогда была В очень плохом состоянии Приехали У нас в Новосибирске Опять жара Нагрело голову До каких-то галлюцинаций Плавущих Миражей Ну вот такое вот У нас было Байк шоу Так мы съездили Насладились поездкой Евгений Сазанцев У нас был в гостях Он мастер Он делает мотоциклы Своими руками Спасибо Евгений Еще раз Удачи вам В студии Радио 54 С вами Эвелина Ларина Была Александр Часович Я прощаюсь До завтра Эвелина продолжает Работу в эфире Радио 54 Всем добра и позитива Живите интересно Пока